Приветствуем вас! Добро пожаловать на очередную программу понимания пророчеств, созданную служением спасенные служите и пророчеству Е5. Мы решили встретиться с вами сегодня вечером для того что бы поделиться и рассказать вам о знаменательных событиях и новостях которые являются исполнением библейских пророчеств. Итак Хиллари расскажи нам пожалуйста что сегодня особенно привлекло внимание средств массовой информации. Сегодня у нас среда, а что произошло в этот понедельник? Конечно же все средства массовой информации потрясло только одно событие. Пожар который произошел в соборе Парижской Богоматери в Нотр-Даме, в Париже, во Франции. Разумеется мы не будем сегодня входить во все эти детали этого происшествия относительно этого пожара в Нотр-Даме. Но самая последняя новость как выяснилось пришла от нашего президента Дональда Трампа. Итак, что же он сказал и как он отреагировал на этот пожар в соборе Нотр-Дам? Дональд Трамп позвонил папе Франциску и беседовал с ним, принеся ему свои соболезнования. Информацию об этом мы читаем из издания Catholic News Agency. Здесь говорится Трамп позвонил папе Франциску после пожара, который произошел в соборе Нотр-Дам. Президент Дональд Трамп провел беседу с его святейшеством в кавычках Папой Франциском. Мы знаем, что папа не является святым. Президент принес свои соболезнования Папе по поводу произошедшего пожара в соборе Нотр-Дам, одного из самых важных религиозных строений на территории Европы. Именно такое сообщение было получено от пресс-секретаря президента Сары Хакби Сандерс. Итак, президент принес свои соболезнования Папе Франциску по причине разрушений, которые произошли по причине этого пожара в соборе Нотр-Дам в прошлый понедельник. И вопрос заключается в следующем. Как на это событие отреагировали бы протестанты или отцы основателей Америки, которые однажды оставили и отделились от папства, и которые убежали от папства покинув старый свет и прибыли сюда в новый свет в Соединенные Штаты? Как бы они отреагировали, что бы они сказали Папе Римскому в 16 и 17 веках, если бы пожар случился тогда и разрушил одно из известных католических строений, например, такое как Нотр-Дам. Очевидно, что они воспринимали бы это как суд от Бога. Всем известен тот факт, что Рима католическая церковь сжигала Библии, сжигала труды реформаторов и даже сжигала самих реформаторов, сжигала их имущества, их дома, все что у них было. И потому реформаторы и протестанты смотрели бы на это событие как на суд Божий. Я верю в то, что реформаторы и протестанты в этот момент публично цитировали бы и публично читали бы и публично проповедовали бы на основании места, которое записано в книге Откровения 18 глава, где Библия говорит в 19 стихе. Повествуя о тайне, о Вавилоне Великом, который в первую очередь символизирует папство и римско-католическую церковь. В 9 стихе здесь говорится 18 глава книги Откровения. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошевствовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издалей от страха мучений ее, и говоря горе, горе тебе великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Я верю, что пилигримы и протестанты, которые спасались бегством от папства и которые оставили старый свет, т.е. Европу, и прибыли в Соединенные Штаты в 16-м и 17-м веках, и уж точно они бы не выражали свое соболезнование Папе Римскому, если бы Нотр-Дам или любое другое здание, принадлежащее католической церкви, было бы разрушено в результате какого-то бедствия. Почему? Одна из причин та, что они рассматривали католическую церковь как учреждение, которое несет в этот мир обман и преследование для народа Божьего. Я не хочу, чтобы вы просто доверяли только лишь моим словам. Я собираюсь сейчас прочитать вам утверждение одного церковного историка, такого уже известного как и труды Духопророчества. Это утверждение Эй-Джи Вагонера. Хиллари, не могла бы ты прочитать для нас это утверждение? Да, разумеется. Здесь сказано. Раскаялась ли в этом Римо-Католическая церковь? Отреклась ли она когда-нибудь от Инквизиции? Нет. В 1882 году член Доминиканского ордена, которого звали Монсамбер, открыто защищал Инквизицию, стоя за кафедрой собора Нотр-Дам. Хиллари, повтори это, пожалуйста, еще раз. Здесь указывается год. Это 1882 год. Помните, какой вопрос был задан? Как бы отреагировали пилигримы и протестанты, если бы в их время собор Нотр-Дам был разрушен в 16 или 17 веке или 18 веке? Как бы они отреагировали бы на это? Здесь сказано. В 1882 году член Доминиканского ордена, которого звали Монсамбер, открыто защищал Инквизицию, стоя за кафедрой собора Нотр-Дам. Сколько миллионов мучеников было убито во имя христианства? Или мы можем сказать во имя католицизма? Этой самой нехристианской и антихристианской силой, папством? Никогда не будет известно, пока мертвые, малые и великие не предстанут перед Богом. А сейчас давайте прочтем одну цитату из книги «Великая борьба» страница 563. И прежде чем мы с вами прочтем это, я хочу сказать следующее. Разве теперешний Папа, Папа Франциск, распустил ли он сейчас католический отдел Инквизиции? Нет, он этого не сделал. Современный отдел Инквизиции называется «Конгрегация доктрины веры». И сами римские католики говорят, что это учреждение является преемником Инквизиции. И еще, мы не собираемся объяснять с помощью теории заговора то, что произошло в прошлый понедельник с Нотр-дамом. Мы просто хотим представить вам свидетельство истории, то о чем говорят библейские пророчества. И мы представим то, что нам необходимо сделать, приготавливаясь к будущим событиям. Следующая цитата взята из книги «Великая борьба» со страницы 563. Здесь сказано следующее. В настоящее время протестанты куда более благосклонно относятся к римко-католической церкви, чем в прежние годы. Было время, когда протестанты дорожили свободой совести, завоеванной столь дорогой ценой. Они внушали своим детям отвращение к папству и согласие с Римом расценивали люди, как предательство Бога. Теперь же высказываются совершенно другие мнения. Наш президент высказал свое соболезнование этой антихристианской власти и папе Римскому по причине разрушений которые постигли Нотр-дам. Во-первых, Хиллари, мы не хотели бы чтобы у вас создалось впечатление что мы говорим все это по причине что мы хотим представить действия нашего президента Дональда Трампа в каком-то неприглядном свете. Цель для чего мы затронули сегодня эту тему побудить Дональда Трампа изучить с молитвой то что по этому вопросу написано и в Библии и в книге «Великая борьба», чтобы он мог принимать верные, правильные, нравственные, духовные и угодные Богу решения. Почему? Потому что его пример может повлиять на других. Второй параграф на странице 563 книги «Великая борьба». Поборники папства заявляют, что церковь была оклеветана и протестантский мир склонен согласиться с этим. Многие утверждают, что несправедливо судить о нынешней церкви по тем мерзостям и нелепостям, которыми знаменовалось ее правление во времена «невежества и мрака». Они оправдывают ее ужасную жестокость варварскими нравами той эпохи. Подчеркивая, что влияние современной цивилизации изменило отношение церкви ко многим вещам. Неужели люди забыли, что эта высокомерная власть претендовала на непогрешимость, эти притязания, от которых паписты и не думали отказываться, были подтверждены когда Хиллари? В 19 веке. Так, изменилось ли папство? Конечно же нет. Изменились ли настроения протестантов Америки по отношению к папству? Давайте продолжим. А что еще сказал президент Дональд Трамп в его обращении к папе Франциску по вопросу этого пожара, который произошел в Нотр-Дам? Он также пообещал поддержку Соединенных Штатов. Послушайте то, что говорится в одном утверждении. Эта цитата взята на ресурсе католического новостного агентства. Вся эта сводка новостей будет размещена в описании под видео. Президент Трамп и папа Франциск разговаривали по телефону в среду после обеда. То есть это сегодня, верно? Да. Президент Трамп пообещал помощь в восстановлении Нотр-Дам де Парис. Просто задумайтесь над этими словами. Что он пообещал? Он пообещал поддержку Соединенных Штатов в вопросе восстановления этого собора. Я хотел, чтобы наш президент объяснил подробнее, что он имеет в виду, когда обещает поддержку в восстановлении здания Нотр-Дам, принадлежащего католической церкви. И прежде чем я продолжу, я хотел бы заметить, что как может администрация Трампа использовать деньги налогоплательщиков для оплаты расходов религиозных организаций? Таких как? Таких как школы и церкви. Необходимо напомнить, что отцы, основатели Соединенных Штатов, ясно заявили в свое время. Такие люди как Джеймс Мэдисон и Томас Джефферсон, они сказали, что если мы будем использовать деньги налогоплательщиков для финансирования религиозных учреждений, то мы попросту сотрем в этом случае линию, которая разделяет церковь и государство. Мы будем способствовать объединению церкви и государства. Если вы помните те обещания, которые давал Дональд Трамп во время своей избирательной кампании, когда он говорил, что он закроет этот пролом, который образовался между церковью и государством, и он тогда пообещал отменить поправку Джонсона. И мы с вами знаем, что это было не только сказано, но и сделано. Что также явилось исполнением библейских пророчеств. Обратите внимание на то, что говорится в книге «Великая борьба» на странице 297-й. «Последствия этого были пагубны, как не раз случалось в истории церкви, со времен Константина и до наших дней, когда церковь пыталась созидать с помощью государства.» Ты хотела что-то сказать? Здесь говорится о попытках построить церковь при помощи государства. Когда церковь обращалась к светской власти для поддержки Евангелия. А что произошло во дни императора Константина? Мы с вами помним, что император Константин однажды заявил, что он принимает христианство. Он был крещен, но в результате он принес в христианство очень много язычества, языческие обычаи, языческие суеверия. И конечно же, нам известно, что сам католицизм является ничем иным, как соединением язычества с так называемым христианством. И нам также известно, что император Константин стал тем человеком, который узаконил соблюдение воскресного дня. Эта цитата оканчивается следующими словами. Это книга «Великая борьба», страница 297. «Соединение церкви с государством ради того, чтобы приблизить мир к церкви, в действительности же только приближает церковь к миру. Как не раз случалось в истории церкви со времен Константина и до наших дней, когда церковь пыталась созидать с помощью государства, Америка и президент Трамп обещает свою поддержку в восстановлении католического учреждения». И в последнем предложении здесь сказано. «Соединение церкви с государством ради того, чтобы приблизить мир к церкви, в действительности же только приближает кого, Хиллари?» Приближает церковь к миру. Итак, что еще пообещал президент Трамп папе Франциску, когда он отреагировал на тот пожар, который произошел в соборе Нотр-Дам в прошлый понедельник. Итак, он не только выразил свои соболезнования и пообещал помощь от Соединенных Штатов, но он также пообещал оказать персональную финансовую помощь. «Давайте прочтем еще одно сообщение к Ньюсмаку. Прочтешь, Хиллари?» «Да, конечно. Здесь сказано, Трамп сделает личное пожертвование для восстановления Нотр-Дам. Президент Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшем будущем внесет личный вклад в восстановление собора Нотр-Дам в Париже. Два источника из Белого дома. То есть, из двух уст свидетелей это прозвучало, верно? Итак, два источника из Белого дома сказали порталу Ньюсмак в среду во второй половине дня о том, что президент серьезно рассматривает возможность для того, чтобы перевести его личные деньги для восстановления собора, который два дня тому назад пережил пожар. Итак, как ты думаешь, Хиллари, есть ли что-нибудь плохое в том, что президент использует свои собственные деньги для того, чтобы оказать помощь в восстановлении собора Нотр-Дам? Что в этом плохого могут спросить некоторые люди?» Разумеется, это его личное дело, и он может использовать свои деньги, как он посчитает нужным. Он может их пожертвовать на восстановление Нотр-Дама и отправить туда, куда он пожелает. Однако, так как он является президентом, зачем он обнародовал это сообщение? Тем самым, он как бы сообщил людям и гражданам, представителям которых он является, что это то, что он желает сделать. И также этим он подал пример для других людей, как президент Соединенных Штатов. Давайте зададим следующий вопрос, но прежде давайте вспомним историю и вспомним те настроения, которые раньше были в американском обществе, и которые протестантская Америка уже изменила. Друзья, пожалуйста, не попадайтесь на крючок этих фанатичных идей и настроений. Давайте рассудим вместе. В 1776 году и далее, ответьте сами себе на этот вопрос. Могли ли те пилигримы, которые убежали от папства и которые прибыли сюда в Америку, протестанты, отцы основателей Америки? Можете ли вы себе представить, чтобы они взяли свои деньги, которые дал им Бог для того, чтобы поддержать восстановление Рима Католического Собора? Нет, этого не могло бы произойти, если бы они уже и вкладывали бы куда-то деньги. Послушайте о чем говорится в этом утверждении. И поймите, что мы хотим сейчас обратиться не только к спасенным служить, но и ко всему миру. Давайте просто возьмем то, что уже открыто, что уже рассказано в исторических книгах, и сопоставим с тем мнением которое мы только что вам представили. Основатели нашего государства пилигримы никогда мы не отдали свои деньги которые дал им Бог для того чтобы поддержать или восстановить учреждения принадлежащие Римско-католической церкви. Мы помним что папство обманывало и преследовало людей которые соблюдали заповеди Божьи. Эта цитата взята из книги «Великая борьба» страница 127-ая. И когда мы прочтем это утверждение посмотрите и обратите внимание на контекст. И что действительно зажгло протестантскую реформацию. И что фактически послужило тому что корона, папская корона упала с его головы. И что перевернуло всю эту систему папства. И так цитаты из книги «Великая борьба» со страницы 127-ой. Ты хочешь прочитать это Хиллари? Да, разумеется. «Католическая церковь вела торговлю благодатью Божией. Возле ее алтарей стояли столы менял. И воздух оглашался криками продающих и покупающих». И здесь дальше стоит ссылка. Какое местописание здесь написано? Евангелие от Матвея 21-ая глава стих 12. И что описано в этом месте? Иисус очистил храм. Он перевернул столы именовщиков денег. Это и произошло как раз в последнюю неделю его земного служения. Это была его последняя неделя. И так давайте вернемся к цитате. «Католическая церковь вела торговлю благодатью Божьей. Возле ее алтарей стояли столы менял. И воздух оглашался криками продающих и покупающих». Хиллари, продолжи, пожалуйста. Под предлогом сбора средств для постройки храма «Святого Петра в Риме» Хиллари, прочти еще раз это предложение. Под предлогом сбора средств для постройки храма «Святого Петра» в Божьейне «Я считаю, что это базилико Святого Петра. Это церковь Петра в Риме». Я считаю, что она в наше время более значимая и более драгоценная. Так скажем, в глазах вылых, и имеет более важное значение, чем Нотр-дам. Да, верно. На основании того, что было поставлено там в этой базилике Святого Петра. И так, под предлогом чего, Хиллари? Под предлогом забора средств для постройки храма Святого Петра в Риме, папой была открыта всенародная продажа индульгенций, грехи прощались за деньги. Ценой преступления предстояло воздвигнуть храм для так называемого прославления Божьего имени, на беззаконные средства заложить краеугольный камень. Мы слышим о многих известных миллионерах и миллиардерах, которые пообещали вложить средства для восстановления церкви, которая названа церковью Антихриста. Продолжи, пожалуйста, чтение, Хиллари. Но то, что должно было послужить величию Рима, нанесло его могуществу и великолепию самый сокрушительный удар. Действия папства привели к появлению его самых решительных и сильных врагов. И кто были эти враги папства? Протестантские реформаторы. Началась борьба, поколебавшая папский трон и тройную тиару на голове римского иерарха. Это произошло тогда, когда они собирали деньги на строительство собора Святого Петра в Риме. Вау! Бог тогда призвал врагов папства протестантских реформаторов. Так может быть, что по воле проведения произошло то, что произошло с Нотр-Дам. Может, с помощью того, что произошло, Бог призывает сейчас наших современных протестантских реформаторов? О, друзья мои, мы с вами живем в очень торжественное время. И Бог нуждается в таких работниках, которые бы встали за истину. Давайте вернемся к событиям связанных с пожаром в Нотр-Даме. Когда этот собор был построен, он с самого начала своего основания принадлежал римским католикам. И после этого Нотр-Дам перешел под управление какого народа? Народа Франции. Во Франции тогда был установлен атеизм. Этот собор попал в руки атеистов и неверующих людей во Франции. Давайте сейчас прочтем об этом. Эта информация взята из новостного агентства. Прочтем заглавие. Огонь разоряет собор Нотр-Дам. И далее в статье говорится. Этот собор был уже однажды разграблен во время беспорядков, которые учинили в 16 веке протестанты-гугеноты. Вторично этот собор был разграблен во время французской революции в 1790-х годах. Просто задумайтесь над этими словами. Атеистическая и неверующая Франция взяла тогда под свой контроль этот собор Нотр-Дам. И так вопрос Хиллари, что привело народ Франции к тому, что они стали неверующими атеистами и революционерами? Причина заключалась в суевериях, преследованиях и ложных учениях, обманах. И этот список можно продолжать и продолжать. Римский католицизм привел народ к тому, что люди не желали иметь никакого дела ни с религией, ни с Богом, ни с Библией. Друзья, мы хотим поделиться с вами новостями о текущих событиях, но прежде мы хотели бы заложить некоторое основание. И для этого давайте прочтем еще одну цитату из книги «Великая борьба» со страницы 281. «Но все это не привело к тем результатам, на которые рассчитывал Рим, стремясь держать народ в слепом повиновении своим догмам, Рим добился того, что люди стали безбожниками и революционерами. Они презирали католицизм, отождествляя его с интригами духовенства, которое считали виновником своего угнетенного положения. Единственным Богом, которого они знали, был Бог Рима, о религии, вероучении Римско-католической церкви. Хиллари, прочти, пожалуйста, последнее предложение. Они сочли алчность и жестокость Рима законным плодом библейского учения, индульгенции, которые были вызваны жадностью. Видите, здесь опять говорится об индульгенциях. Мы уже вспоминали об индульгенциях в предыдущей цитате. И поэтому они сочли алчность и жестокость Рима законным плодом библейского учения и отказались от него. Итак, что привело к тому, что народ Франции принял атеизм. К этому привело учение Рима. Ее жадность и те преследования, которые устраивала эта церковь. И статья, рассказывающая о том, как был взят контроль над этим собором, можем ли мы сказать, что римский католицизм это самая широко распространенная религия в США? Нет. А индуизм? Нет. Иудаизм? Нет. А ислам? Нет. Протестантизм? Нет. Так какая это религия Хиллари? Может это буддизм? Нет. Не буддизм. Так какая же это религия? Самое большое количество последователей имеет атеизм. Читаем заглавие из статьи от 7 апреля 2019 года. Здесь говорится. Боже помоги нам! Атеизм становится… Что Хиллари? Становится самой большой религией в Соединенных Штатах. И я заметила, что кто-то из вас сейчас в чате написал правильный ответ. А что привело к такому положению вещей? То атеизм стал самой распространенной религией в Соединенных Штатах. Самой распространенной религией в Соединенных Штатах. Как написано. Нет ничего нового под солнцем. История повторяется. И как мы только что вспоминали, что во время французской революции. Причина состояла в учении и в мерзостях и в чудовищных действиях римского католицизма. То же самое происходит и сегодня. Беззаконие и мерзости католицизма подталкивают людей к тому, что они начинают презирать христианство, презирать Библию и даже презирать самого Бога. Да, это верно. Итак, друзья, в конце наших размышлений сегодня мы можем сделать определенные выводы. Я считаю, что собор Нотр-Дам был подожжен и он горел в понедельник. И причину всего этого вы можете найти опять-таки в католицизме, который является властью антихриста. Франция впоследствии взяла контроль над этим собором. И это правление было атеистическим правлением. Послушайте то, что сказано в книге «Великая борьба» на странице 276. После этого богиня, обнявшись с председателем, села в великолепно украшенный экипаж и в сопровождении огромнейшей толпы направилась в какой собор, Хиллари? В Нотр-Дамский собор. И послушайте дальше, чтобы занять место божества. Обратите внимание, во Франции во время этой французской революции, когда они свергли папство, и затем эти безбожники и революционеры посадили в храме женщину, которую назвали богиней разума. Она заняла место, которое принадлежало Творцу. И мы с вами говорили, что этот поступок иначе как варварским не назовешь. Прежде чем Франция взяла под свой контроль этот собор, какая религия контролировала его? Римский католицизм. И как они называли тогда папу? Викари Христа. Богохульствовал ли папа приняв на себя такой титул? Занял ли он тем самым место, которое принадлежало одному лишь Богу? Да. И мы вспоминали, что написано во втором послании к Фессалоникийцам, глава вторая. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Можем ли мы сказать, что в этом соборе, Нотр-Дам, мы находим две власти, которые управляют этой одной церковью? Если вы посмотрите то, что написано в книге «Откровения» в 11 главе, какие две силы здесь представлены Хиллари? Скажи нам пожалуйста. В начале этой главы мы встречаемся с папством. И затем на сцену выходит Франция. Но нужно понимать, что эти две силы управляются одной властью. И обе эти власти ведут войну с народом Божьим. Только различным способом. Но этими силами руководит одна и та же власть. Давайте вернемся и вспомним о том, что произошло в 1844 году. Я удивляюсь. Просто удивляюсь. Этот пожар который сжег и фактически уничтожил этот собор Нотр-Дам, может допустив это Бог тем самым хочет сказать «Мой народ, посмотрите и прочтите то, что уже происходило в истории этого собора». И друзья, если мы вспомним с вами историю Нотр-Дам 18 века, то найдем информацию о том, что в 1844 году Нотр-Дам был восстановлен. Просто представьте, как тогда многие аплодировали этому событию и радовались. Тогда все сфокусировали свои взгляды на соборе Нотр-Дам. На этом красивом строении, как они тогда говорили. Но насколько же большее значение имеет этот 1844 год для тех, кто любит и исследует Библию. Этот год является главным столпом и основанием их веры, потому как в 1844 году Христос начал свою окончательную работу, финальную стадию своего посреднического служения в небесном совятилище. Он перешел из отделения, которое называется Святое в Святое Святых. В конечном итоге изгладить грехи своего народа. Давайте прочтем об этом. Он, то есть Нотр-Дам, был разграблен беспорядками, которые устроили протестанты Гогеноты в 16 веке. И был снова разграблен во время французской революции 1790-х годов. И впоследствии был оставлен в полузаброшенном состоянии. Книга написанная Виктором Гюго в 1831 году привела к возрождению интереса к этому собору. Что возродила эта книга? К собору. И к крупной и частично неудачной реставрации, которая началась в каком году, Хиллари? В 1844 году. А где должны были сфокусировать свои взгляды люди, начиная с 22 октября 1844 года, Хиллари? Во Святое Святых Небесного Святилища. Друзья, мы будем оканчивать. Мы можем видеть, как Нотр-Дам был восстановлен в 1844 году. И в этом же году Христос перешел. Во Святое Святых Небесного Святилища. И мы с вами видели то, что сказано в книге «Великая борьба» на странице 488, о том, что тема у святилища и следственном суде должна быть ясно понимаема народом Божьим. Все должны понимать то положение и ту работу, которую выполняет их первосвященник. В противном случае у людей не будет необходимой в наше время веры. И они не смогут занять положение предназначенное для них Богом. Каждый человек может либо спасти, либо погубить свою душу. Жизнь каждого из нас взвешивается перед Богом. Каждый должен будет встретиться лицом к лицу с великим судьей. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эти слова. Сохрани нас в эти последние дни земной истории, чтобы мы остались верующими людьми. Чтобы наша труба издавала определенный звук. И чтобы мы могли сказать Твоему народу «Приготовьтесь, приготовьтесь, приготовьтесь!» Взирая на начальника и совершителя нашей веры. Это наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.